Восьмилетняя эпопея с синего забора на Нижневолжской набережной близится к завершению. Глава администрации и глава Нижнего Новгорода совместно с главным архитектором провели совещание по вопросу комплексного благоустройства набережной. Провели его впервые на буксире, который курсировал вдоль Нижневолжской. Напомню, 23 марта Гордума приняла решение о передаче участка из федеральной собственности в муниципальную. Документация должна быть готова не позднее этого месяца. Этот процесс сейчас идет. Мы сегодня оформляем документы ФРС для того, чтобы все то, что принадлежит здесь, это причальная стенка, это земельный участок, самое главное, канализационные сети, муниципальная собственность. После оформления документов начнется экспертиза причальной стенки. По ее итогам примут решение, сколько средств будет потрачено на берегу укрепления и дальнейшее благоустройство. Также администрация должна окончательно разобраться с бывшим застройщиком набережной. От решения суда зависит, кто и за чей счет будет производиться демонтаж недостроенных железобетонных конструкций. Осмотрев набережную со стороны реки, главный архитектор города высказывает свое мнение о состоянии причальной стенки. И рассказывает, как он видит внешний облик новой набережной. Вы в курсе, вы знаете, и вы видите здесь невооруженным глазом, что у нас произошло. У нас и нарушено и берега укрепления, и подпорные стены нарушены. И даже у нас есть подозрение, что вот эти стяжки, которые буйки держат, чтобы не уплывала набережная, может быть, даже они и перерезаны. Касательно этой набережной, она однозначно будет плоскостная, благоустроенная, именно для того, чтобы люди наслаждались просторами, красотами, как акватория, так и исторической частью города. А значит, строения на новой зоне отдыха не будут превышать одного этажа. Реконструкция будет проходить в два этапа. Первый – от Канавинского моста до речного вокзала. Там подпорная стена причала уже отремонтирована. Начать благоустройство проще. Второй – от речного вокзала до Чкаловской лестницы. Как отмечает глава администрации, сейчас главное – получить свидетельство о собственности и решить все судебные дела с бывшим застройщиком. Если у нас трейд-парк не выйдет к нам с тем, что мы должны компенсировать это, то есть это тоже есть судебные процессы, которые могут затянуть нам все работы. При хорошем раскладе мы должны получить экспертизу. Потом и скидный проект. Я думаю, что в этом году мы будем заниматься вот этими вот вещами. За зиму мы должны заложить в бюджете деньги и уже в следующей весной войти с физическими работами. После того, как будет проведена экспертиза и готов проект, город намерен просить о софинансировании областное и федеральное правительство, добавляет Белов. Мы должны к областному правительству не просто идти с протянутой рукой, а сделать определенную работу, такой как экспертиза, и предложить свое видение, и предложить софинансирование. Потому что это будет правильно, я считаю. Вот так мы и видим работу с областным правительством и с федеральным правительством. Окончательный проект набережной будет выставлен на общественное обозрение. Все-таки Нижневолжская набережная – это историческая часть города, которая должна стать яркой деталью архитектурного облика Нижнего. Олег Лавров, Ренат Бигбаев, Объективно, ННТВ